Утро от первого, ты на месте. Ты на нас заработал, вручили эту сколу, вылезли. И запринято, уезжаем. Жительницы Туркестанской области стали жертвами мошенницы. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил около 5 миллионов тенге. Материалы уголовного дела были направлены в суд, а средство удалось вернуть жертвам. Полицейские проявили высокий уровень оперативности и профессионализма. Особо отмечу следователей за оперативное раскрытие дела и помощь в возврате их денег в рамках закона. Водитель проехал по велодорожке, которая положена вместо железной дороги. Нарушитель за рулем Toyota Camry проехал по дорожке, которая предназначена только для пешеходов и велосипедистов. Водителя привлекли к ответственности. В Туркестанской области провели акцию «Уступи дорогу». Цель мероприятия – привлечь внимание общественности к важности беспрепятственного проезда пожарных машин и других служб экстренной помощи к месту вызова. А также сформировать дисциплину среди водителей и предотвратить дорожно-транспортные происшествия. Как выяснилось, большинство участников дорожного движения зачастую не пропускают спецтранспорт, включая скорую помощь и пожарные машины. Но чем быстрее они доберутся до места вызова, тем больше жизней удастся спасти. В ходе акции полицейские провели разъяснительную работу с водителями. В Житысайском районе прошло ОПМ «Дети в ночном городе». В ходе ночного рейда в микрорайонах Житысу и Кемель провели проверку развлекательных заведений, кафе и магазинов. И выявили девять подростков, которые находились вне дома без законных представителей в позднее время. Их родители привлекут к административной ответственности. В полиции расследуются дорожно-транспортные происшествия на трассе Житысай-Жебегжолы в Туркестанской области. По данному факту возбуждено уголовное дело и проводятся необходимые мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств. Напомню, в результате столкновения автомобиля марки «ВАЗ» с грузовой автомашиной «Вольво» на месте происшествия скончались водитель и трое пассажиров легкового автотранспорта. В Туркестанской области полиция задержала группу лиц, занимавшихся кражами скота в Шардаринском районе. В ходе расследования установлено, что подозреваемые причастны к двум кражам скота и двум кражам автомобильных аккумуляторов. Злоумышленники действовали ночью, похищая имущество у соседей, чьи подворья находились вдали от дома. Деньги от продажи кразиного они делили между собой. Подозреваемые арестованы и в настоящее время проводятся следственные действия. У скупщиков краденого изъято несколько овец и аккумуляторы. Для профилактики и выявления от краж скота полицейские совместно с ветеринарами и службами установили усиленные блокпосты на возможных маршрутах перевозки похищенного скота и мясной продукции. Также проводятся рейды в местах реализации и убоя сельскохозяйственных животных. Как защититься от грабителей в подъезде? Полиция делится важными рекомендациями о том, как предотвратить грабежи в подъездах и что делать в случае нападения. Полиция напоминает о необходимости соблюдения простых, но эффективных мер безопасности для предотвращения грабежей. Нападения в большинстве случаев происходят вблизи жилых домов, в подъездах и на лестничных площадках. Если вы стали жертвой грабежа, постарайтесь сохранять спокойствие, запомните приметы преступника и незамедлительно обратитесь в полицию. В Туркестане мужчину оштрафовали за выброс двух тонн строительного мусора на улице. В рамках республиканской акции «Чистый Казахстан» полицейские Туркестана провели двухдневное мероприятие «Тазалык», направленное на борьбу с загрязнением общественных мест. В результате было выявлено 168 правонарушений, из которых 146 случаев касались загрязнения мест общего пользования. Особое внимание привлек случай, зафиксированный 18 ноября. Местный житель после ремонта дома выбросил около двух тонн строительных отходов прямо через улицу. После проверки нарушитель был выявлен и оштрафован на сумму 20 месячных расчетных показателей за нарушение правил благоустройства. Кроме того, в ходе мероприятия три жителя были оштрафованы за нарушение правил благоустройства. 12 человек получили предупреждение. Семь граждан, загрязнивших дорожные покрытия, также оштрафованы. Цель мероприятия – формирование нулевой терпимости к загрязнению окружающей среды и улучшению благоустройства города. Подобные акции планируется продолжать в будущем. В Туркестанской области провели лекции с участием 48 тысяч молодых людей. Им рассказали, что с начала года полиции зарегистрировано больше 650 фактов незаконного оборота наркотиков и изъято свыше 330 килограммов наркотических средств. Кроме того, в ходе мониторинга социальных сетей полиции Туркестанской области приостановлена деятельность 34 интернет-магазинов, выявленных в Телеграме, а 104 сайта были заблокированы в рамках программы «Киберконтроля». Туркестанской области